МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не понял. Вы кто? В чем дело? Я? Генерал. ФСБ. Всегда, сколько себя помню, хотел быть только актером. Я люблю повторять, что в моей жизни не было двух вещей. Уже, скорее всего, не будет по причине преклонного возраста. Гомосексуализма и наркомании. А все остальное было. Твою мать! Я знаю, как это чувствуется. Я знаю, как чувствуется любовь. Я знаю, как чувствуется растерянность. Я знаю, как чувствуется отчаяние. Я знаю, как чувствуется кураж. Идиоты ее нет в номере. Здесь вообще никого нет. Что? Ты уволен, вот что! Я, кстати говоря, в первом своем фильме на Фениксфильме играл Ахмеда Заирова. Олигарха, в общем-то. И режиссер тогда сказал мне, Сергей Попов, по-моему, надо вот как-то сделать так, чтобы я поверил, что у этого человека могут быть деньги. Я не был там супербогатым, но были времена, когда было комфортное количество денег. Я вспомнил это состояние и подумал, что если бы его не было, я бы никогда не показал человеку, у которого деньги. Я даю тебе деньги, Олег, потому что знаю, что ты людей спасаешь. Прямо в талар деньги привезут, чтобы лишний раз здесь не светиться. Сумма немаленькая, дело темное. Ну, а я все-таки честный налогоплательщик. А потом пришел целый хранитель. Ты почему не проверял, с кем встречается клиент? Он сказал, что это его новый партнер. Что? Я не ослышался. Сказал? Да мало ли что он сказал. Ты должен был проверить. Проверить! Потом брак по завещанию. Что я здесь делаю? Видите ли, миссис... Харпер. Мне нужно было все подготовить к приезду мистера Харпера. Нынешний режим охраны дома недостаточен. Нужно было усилить систему наблюдения за парком. Благодарю вас, Мельдерс. Вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями. Украсть его. Понятно, что над Вихровым поработали серьезно. Так точно. Ему башку заняться, местами поменять. Главное, чтобы он вспомнил, где деньги. Каким местом, неважно. Я все скажу. Раньше я ловил себя на том, что я как бы мочевал немножко. Знаете? Ну, это все пацаны через это проходят. Но у меня это, слава богу, давно прошло. И сегодня я не боюсь сыграть человека растерянного, заблудившегося, что называют. Не боюсь. Но мне почему-то как-то не очень предлагают. Актерство хорошо тем, что ты проживаешь то, что в жизни тебе не прожить. Уже. Теперь удел я ее. Заткнись, дурища. Ну, Мельдерс, ну что ты такой грубее? Ну что ты... Ты стыкаешь мне рот. Парень, парень в баре, он сказал, что... Он сказал, что у меня замечательный, у меня офигительный голос. Да. Но он сказал, помоги. Он не пошутил. Помоги. Он не пошутил. У меня офигительный голос. Мельдерс. Мельдерс, как хорошо, что ты приехал. Знаешь, я уже так соскучилась по тебе. Все, все, все. Если завтра мне скажут, это, конечно, хорошо бы, чтобы продюсеры этого не слышали. Но если завтра мне скажут, а вот если не будут, перестанут платить, ты будешь этим заниматься? Многие скажут, нет, а я скажу, да, буду. Со здоровьем могут появиться проблемы. Да и деньги грести лопатой тоже не придется. Так что тех, кто пришел сюда за романтикой, я попрошу покинуть аудиторию.